В эфире проект Смотри Хабаровск в студии Ирина Фастовец. Михаил Дегтярев объявил об индексации в Хабаровском крае всех социальных выплат с 2021 года. Также в Хабаровском крае из-за ухудшившейся ситуации с распространением COVID-19 ряд социальных мер будет продлен в беззаявительном порядке. Наконец-то решен вопрос с использованием социальных карт для льготников в общественном транспорте. Обо всем этом мы не только поговорим сегодня с гостем в студии, заместителем министра социальной поддержки населения Хабаровского края Натальей Нелюбиной. Наталья Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Самый первый вопрос, это, конечно, индексация. То есть в Рио губернатор объявил об индексации всех социальных выплат с 2021 года. Что это за выплаты и сколько жителей края их получает? Да, с 1 января 2021 года у нас будет проиндексировано 9 социальных выплат. На эти цели предусмотрено более 170 миллионов рублей. Самыми массовыми из этих выплат это является ежемесячная денежная выплата на проезд, который получает более 260 тысяч граждан. Это ежемесячное денежное пособие, которое получает более 80 тысяч детей у нас. Также будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это специалистам сельской местности. Это в области культуры, искусства, ветеринарии, здравоохранения и социального обслуживания. И также будет проиндексирован краевой материнский капитал на третьего и последующего ребенка. Если ребенок родился до 1 января 2019 года, то краевой материнский капитал с 200 тысяч увеличивается до 208 тысяч рублей. Если ребенок родился после 1 января 2019 года, то материнский капитал с 250 увеличивается до 260 тысяч рублей. А вот эта индексация, это же какой-то процентный рост. Есть сумма, ее увеличивают на определенный процент. Она в каждый раз для каждой категории разная или это всегда на один и тот же процент? Все выплаты, которые установлены в твердом размере, у нас будут проиндексированы на 4%. Просто говорят, что это так давно было. А на самом деле, как часто происходит индексация? Действительно, последний раз ежемесячная пособие у нас была проиндексирована в 2012 году. Что касается ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, она была проиндексирована в 2014 году. А новые размеры ЕДВ на проезд были установлены в 2018 году. То есть это разные сроки, да? Разные сроки, да. Есть и довольно давняя история, да? И это именно краевые выплаты, правильно? Да, это краевые выплаты. Конечно, вот Рио губернатор принял такое решение, что именно в 2021 году их необходимо проиндексировать. И вот они будут проиндексированы. А сколько... А, ну немножечко вы сказали, сколько это в деньгах. То есть сколько планируется потратить вот на социальную политику в Хабаровском крае и откуда это? Это бюджетные деньги? Конечно, это бюджетные деньги. В повышенном размере в 2021 году у нас выплаты получат более 350 тысяч человек. Что касается на социальную политику в Край, то для нее в этом году на эти цели предусмотрено 37,4 миллиардов рублей. Что касается, как выглядит Хабаровский край на территории всей Российской Федерации, мы занимаем 12 место по объему финансирования на социальную политику и 16 место по количеству мер социальной поддержки, которые предусмотрены. Это из 85 регионов, да? Ну какие мы молодцы, получается. Также появилась информация, что из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 ряд социальных мер будет продлен в беззаявительном порядке. Что значит в беззаявительном и какие меры? Действительно, для снижения рисков на федеральном и на краевом уровне было принято такое решение о продлении ряда мер социальной поддержки. У инвалидов, у которых пересвидетельствование приходится с 1 октября по 1 марта, будет инвалидность продлена в беззаявительном порядке на 6 месяцев. В связи с этим пенсионным фондом будет продлена выплата пенсий, а органами социальной защиты населения будет продлена компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если инвалид является получательным региональной социальной доплатой пенсии, она также будет продлена на новый срок действия инвалидности. Также на 6 месяцев у нас продляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если срок назначения приходится с 1 октября по 31 декабря. Для малоимущих семей мы в беззаявительном порядке продляем выплату пособий до 1 марта. И семьям, которые получают у нас ежемесячную денежную выплату на первого либо второго ребенка, она предоставляется в рамках национального проекта «Демография». Также будет продлена выплата на срок исполнения ребенка либо двух, либо трех лет. То есть она продляется именно на год. А как это происходит? Автоматически? Что значит беззаявительный? То есть ничего вообще человек не делает? Гражданам никуда не надо обращаться. Органы социальной защиты населения все в автоматизированном режиме продляют эту выплату и осуществляют ее. Если я правильно понимаю, эти выплаты были назначены... А когда они были назначены? Получается, в первую еще волну? У нас срок назначения каждой меры социальной поддержки свой, поэтому если как раз-таки окончание предоставления, срока предоставления этой выплаты приходится в период с 1 октября по 1 марта, то у каждой выплаты на свой срок будет продление действовать. Понятно. Это сделано для того, чтобы люди никуда не приходили, нигде не создавали скоплений. Но и в принципе люди, которые осуществляют эти выплаты, тоже могли работать, например, удаленно, если это необходимо. То есть не было вот этих контактов. Конечно. Но как бы не введены у нас обраничительные мероприятия, вместе с тем Центр социальной поддержки работает на штатном режиме, прием осуществляется по предварительной записи. Конечно, граждане при посещении Центра социальной поддержки должны соблюдать масочный режим и пройти температурный контроль. Что касается филиалов МФЦ, они также работают по предварительной записи, но напомню, что заявление можно подать и дистанционно через портал государственных муниципальных услуг, как федеральный, так и региональный, также почтовым отправлением. И также в Центр социальной поддержки для удобства граждан у нас расположен еще стационарный ящик, через который можно передать все документы. Давайте немножечко уточним про инвалидность. То есть получается, что продлевается и сама возможность получать социальные выплаты, и вот то, что называется продление инвалидности, когда нужно подтверждение, да? Это тоже можно никуда не приходить, ничего не подтверждать. Для снижения риска заболеваемости инвалидам, у тех, у которых пересвидетельствование выпало опять на период с 1 октября по 1 марта, у них продляется инвалидность автоматически, и за счет этого мы продляем все социальные выплаты. Поняла. Теперь давайте про субсидирование оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как кому назначается субсидия, кто имеет право на такое? Субсидию имеет право получать у нас пользователи, наниматели и собственники жилого помещения. Если их расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, определенные исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и нормативной площади, превышают 22% от дохода семьи. В этом случае субсидия рассчитывается. Она назначается на 6 месяцев. После окончания 6-месячного периода граждане обращаются повторно за ее назначение. И вот эта субсидия сейчас тоже продлевается? И вот эта субсидия, да, она опять продлевается на 6 месяцев. Напомню, что мы продлевали ее с 1 апреля по 1 октября. И теперь опять назначение заново продлевается на 6-месячный период. Вот Хабаровская агломерация, это не только город Хабаровск, но и все прилегающие села, поселки, да, вот там от Некрасовки до Князьеволконки и другие населенные пункты. Есть поручение в Рио-губернатор об индексации ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения коммунальных услуг для специалистов сельской местности. Это насколько увеличится выплата, кого это коснется, и, я так понимаю, она тоже продлевается, эта мера? Эта мера у нас не продлевается, потому что у нее более длительный срок назначения, да, она выплачивается до тех пор, пока специалист продолжает работать в своем учреждении непосредственно. Есть условия, при которых они должны нас известить, это если он увольняется с места работы, либо он меняет место жительства. Вот в этом случае выплата приостанавливается, прекращается. Во всех других случаях выплата продолжается ежемесячно, регулярно. Право еще раз на нее имеют специалисты в области культуры и искусства, ветеринарии, здравоохранения, социального обслуживания, проживающие, работающие в сельской местности, либо в рабочих поселках. И проживающие, и работающие. И работающие, да. Но при выходе на пенсию специалисты в этих учреждениях, они также продолжают иметь право на эту выплату, также продолжают ее получать. Что касается среднего размера, то в среднем размере получается у нас 1480, при индексации он будет увеличиваться до 1550 рублей. Но у каждой семьи свой размер, потому что она зависит и от благоустроенности дома, и от типа снабжающей организации, либо от котельной. Поэтому у каждой семьи, от количества проживающих и иждивенцев, поэтому у каждой семьи свой размер. К другой теме сейчас обратимся. Совсем недавно депутаты Законодательной думы Хабаровского края разрешили просто глобальную проблему, которая долгое время не могла никак разрешиться. Они приняли закон, который должен решить вот этот вопрос использования социальных карт региональными и федеральными льготниками. Об общественном транспорте. Речь идет об использовании банковских карт, платежной системы МИР. Вот что теперь делать льготникам, чтобы реализовать это свое право? Куда им обратиться? Что теперь они могут сделать? Конечно. Значит, этот вопрос достаточно, как вы сказали, такой глобальный. Поэтому на сегодняшний момент правительством Хабаровского края разрабатывается механизм его реализации. И мы надеемся, что мы с 1 ноября начнем информационную кампанию по разъяснению о порядках и условиях предоставления и получения этого проезда. То есть при наличии любой банковской карты, бесконтактной, национальной платежной системы МИР, он сможет воспользоваться этим своим льготным проездом. Значит ли это, что теперь и самим льготникам, и транспортникам, и чиновникам, которые как раз отвечали за эти социальные выплаты, станет гораздо легче, проще работать именно с этим вопросом? Самое главное то, чтобы наши льготники могли реализовать свое право на этот проезд, который у нас законодательно установлен. У нас сейчас существует, можно так сказать, реализованная, функционирует система, это социальная транспортная карта, по которой граждане осуществляют свой бесплатный проезд с определенной суммой лимитов. Для региональных льготников у нас установлено право выбора. Либо они получают ежемесячную денежную выплату, которая установлена для каждой льготной категории, да, либо они осуществляют проезд по социальной транспортной карте. Поэтому они выбирают, кому как удобно. А федеральным льготникам они уже получают ежемесячную денежную выплату, им выбирать между СДК и выплата нет необходимости. Дополнительно Край предоставил им право проезда на 300 рублей ежемесячно по социальной транспортной карте. И в случае, если в течение месяца не все денежные средства по карте были потрачены, они пролонгируются, переходят на следующий месяц, то есть накапливаются в течение всего года. Где можно получить вот эту информацию или уточнить ее? Я имею в виду компенсации и субсидии. У нас в каждом центре социальной поддержки действует телефон горячей линии. Все телефоны горячей линии у нас размещены на сайте, как непосредственно учреждений, так и Министерства социальной защиты населения. И для удобства граждан, чтобы они могли посмотреть весь перечень мер социальной поддержки, который в Крае предоставляется, на сайте также Министерства и учреждений размещен справочник мер социальной поддержки, где указываются все условия, категория, необходимый пакет документов, а также заявление на ее предоставление для того, чтобы гражданин мог оценить тот объем, который ему необходим, либо заполнить заявление, либо посмотреть, какой перечень документов, и обратился за ее назначение. У меня есть еще один вопрос, возможно, это последний вопрос, но он пришел к нам по соцсетям. И касается он компенсации за проезд за городом. Там есть система, что оплачивается пенсионерам 16 проездок в месяц, а всего за сезон, я так понимаю, 82. И вот люди часто путаются и не понимают, что, например, это все можно реализовать в одном месяце, если они, допустим, там не ездили, или в двух за этот сезон. Они начинают сбиваться в этом количестве поездок. Чем им помочь? Как вот еще раз, может быть, проговорите сейчас, как это работает система? Да, у нас 2016 года введена компенсация проезда на дачные участки на пригородном транспорте. До 2020 года действительно было ограничение поезда в течение месяца, то есть они могли совершать 16 поездок в месяц, в общей сложности 82 поездки, в стопроцентном выражении мы возмещали все расходы, которые граждане понесли на пригородном транспорте за проезд на свои дачные участки. С 2020 года эта технология поменялась. Теперь мы предоставили право гражданам самостоятельно определять, какое количество, в каком месяце ему необходимо. Поэтому с мая по октябрь месяц они могут совершить в общей сложности 82 поездки, за которых в полном объеме будут возмещены им расходы. Я поняла, в чем проблема была. То есть раньше было ограничено, что в месяц только 16, а сейчас можно в любой месяц, например, в 1.32, а в другой вообще не ездить. Это не имеет значения, просто общее количество их должно быть не больше 80. Да, теперь все. Понятно. Большое вам спасибо за разъяснение. Думаю, что те, кто нуждается в этих самых субсидиях, те, кто имеет на них право, они теперь понимают, куда нужно обратиться и что им делать. Мы обязательно эту информацию еще раз повторим. Большое вам спасибо, Наталья Николаевна, за это интервью. Если вы не успели к началу этого эфира, его, как и все наши проекты, вы можете увидеть на сайте телеканала «Хабаровск» или на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь на нас в инстаграме «КХВ.ТВ». Всего доброго. Увидимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!